Попить хотя бы набрать. Воды набрала. У нас второй день. Перебои с водой. Всем доброе утро, друзья. Всем-всем хорошего настроения, крепкого здоровья с Нижегородской земли. Я вас приветствую. У нас уже 28 градусов жары. Хотя время только половина одиннадцатого. Десять тридцать. Сейчас рулет на обед. И мы собираемся с Валерой поехать в лес накосить травки и замульчировать. Там у меня помидоры я никак не могу замульчировать до конца травой скошенной. Высыхает быстро в теплице земля и приходится очень часто поливать. Поэтому сейчас вот доделываю рулет и едем в лес. Я уже доделываю. У меня тут вот остался один пластик. Немножко вот фаршика осталось. Сейчас сварится. Пока мы там соберем мешки, да все, у меня как раз и рулет сварится. Я варю его обычно тридцать минут. Ну, как картошка сварится тридцать-сорок пять минут. Не больше. Как раз подготовимся к поездке. Ну, там мы как бы не в лес поедем, а возле леса будем косить. Траву там много-много у нас травы. Раньше мы коров держали здесь в деревне. Много коров было. Когда мы сюда приехали 25 лет назад, здесь было стадо где-то 120 коров. Мы тоже держали три коровы. Три коровы держали, три бычка. Когда сюда приехали, как-то надо было выживать. Было очень тяжело жить. Когда мы сюда приехали в 98-м году, работы практически не было. Мало было работы. Вот завели хозяйство свое. Три коровы держали. И молочко продавали. И сами сытые были. Ну, вот все. Сейчас вот кружочек еще один поставлю. И отправляемся с Валерой на козьбу. Все, пусть варится. А мы пойдем собираться. Алиска развалилась, как барыня. Моталась всю ночь где-то. Дома даже не была, как вышла вечером. И зашла только утром. Теперь отсыпается гулёна. Латк кверху. Спряталась под подушечку. Скажи, не мешайте мне. Все, спи, Алиса, спи. Валера пошел за прохладительными напитками. Мне к вас. Себе сказал, пиво куплю. В общем, загрузились по полной. Взяли косилку, триммер бензиновую. Мешки. Все, едем. Жара у нас сегодня. Уже 28 было с утра. А сейчас, мне кажется, все 35 на солнышке. Полит конкретно. Хорошая погодка. Лето, лето пришло, девочки, мальчики. Лето, слава богу. Коньку у нас идут дела. Валера косит. Я вон уже стажки собираю маленькие. Сейчас вот мешки затаримся. И поедем домой быстро. Полянку хорошую нашли. В лесу, друзья, красота. Воздух какой чистый. Наслаждение прям. Намазались отравой. Комарьё. Да, есть. Есть комары и оводы. Маленько осталось нам собрать. И все. И поедем домой раскладывать на грядке. Скошенную травку. Травой пахнет как хорошо. Скошенной. Красота. Все, накосили. Сколько, Валер, мешков у нас получилось? Девять мешков. Лицо красное. Как раз самая жара. Ну и что, вернемся по этой дороге? Я думаю, здесь ближе, чем вот так. Держи, Валер. Сумочку мою. Все, поехали. Домой. Ничего не забыли? Да нет, вроде бы все взяли. Самое главное, косилку не забыли. Даже вываливает. На телеге. На телеге надо возить. Зашла в хату воды попить. Аж горло пересохло. Воды нету. В общем, як не було воды, так и не мае. Горло пересохло. Там у меня где-то была в бутылке вода. С собой мы брали. Я быстрее прибежала домой. Но тут хорошо с утра кастрюлю воды набрала. Попила. Так, в общем, у меня Валера там возит траву. А я вот принесла косточки, шеи. Сейчас Алиске поставлю варить. И, наверное, уже больше не буду выходить до обеда на улицу. А после обеда уже пойду. Разложу всю траву по теплицам, по розам. Чтоб уже не росла опять эта лебеда. Ох и лебеда. Дает нам жару. Растет и растет. Откуда она берется? Вообще не знаю, как будто кто ее сеет. Алиска у меня тут лежит на Мальдивах. Наблюдает. Всю ночь где-то шлындрала. Сейчас вот отоспалась. Мы приехали. Она вот лежит. Валера у меня возит траву на тележке. Я все сказала. Выйду теперь только после обеда. Говорю, я пошла. Сейчас жду тебя на обед. Сейчас уже будет полвторого. Так быстро день проходит. Вообще. Как одно мгновение. Да, Алиска? Вот кому хорошо. Да? Скажи, лежу, 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 да лежу. Жду, когда накормят. Сейчас сварю тебе еду. Друзья, снимаю видео на второй день. У меня здесь вот трава, которую мы скосили. Она немножко тут привяла у меня в мешках. Подсохла. Потому что невозможно было раскладывать свежую. И вот уже вот такой вот полусухой. Я ее вот здесь вот мульчирую. Сейчас вот перчики немножко у меня вот осталось домульчировать. А так везде все грядки, все-все прошла. Розочки все заложила тоже скошенной травой. А здесь вот решила посеять кориандр, шпинат, потом этот укроп, который не идет в цветение. А здесь вот отдельно посею сейчас нашу киргизскую приправу джусай. Джусай – это приправа для лагмана, для всего. Я вот раскрыла. Сейчас покажу вам, какие себе семена. Ну, обычные семена. Напоминает чернушку. Вот, пахнет она чесночная такая, чесночком. Сейчас вот так бороздочки поделаю и посею. Посею погуще. Это многолетняя приправка такая. Не знаю, вымерзнет она у нас или нет в России. Но у нас там в Киргизе она не вымерзала. Там у нас теплые зимы. Привезли мне дети подарок, когда ездили в Киргизию в феврале. Вот. Они говорят, мам, что тебе привезти? Я говорю, привезите джусай. Вот они мне и привезли. Джусай посеяла. Все, друзья. Будем мы теперь с киргизской приправкой. Не знаю, она, наверное, дунганская считается, не киргизская. Но привезли с моей родины, с Киргизии. И отвела, видите, прям отдельное место. Почетное в базе. У нас уже, друзья, вечер. Соночка седая. Сейчас я вот нарву себе на ужин клубники. А здесь я высадила девочки, сеяла виолу и примулу. И вот высадила. Видите, я сеяла ее где-то в середине мая. Она у меня подросла. Я ее высадила. Сейчас полью. Здесь вот увидела лягуструм. У меня зацветает. Он у меня, как бы, куст большой пропал. А вот маленькие побеги пошли. Такое нежное, бледно-розовое и беленькое серединочка. Вот спирия зацветает. Уж красиво. Вот так вот, видите. Потом, когда сильно расцветет, покажу вам поближе. Кое-как гортензия вот у меня ожила. Прям так тяжело приживалась. Ну, смотрю, слава богу. Дорогущая. 450 рублей. Вот купила вот за такую маляпуську. Жалко было. Думаю, пропадет. Жалко. У нас уже солнышко тело практически. Здесь вот у меня тоже гортензия, видите, зацветает еще одна. Так, что-то отцветает, что-то зацветает. Ну, в общем, вот так вот. Такие-то дела. А, да, вот еще у меня хвоста зацветает. Вот такая вот красоточка. Все, поливаю и домой. На этом всем вам говорю до свидания. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok